Вы на канале Ирина Ковальчук. Сегодня я буду готовить постное блюдо. Это будут картофельные рулеты с грибами. Блюдо готовится без мяса, сыра и яиц, но при этом получается очень сытное и очень питательное по вкусу. В период поста обязательно вооружитесь и приготовьте. И также я хочу добавить тем, кто не подписан на мой канал, обязательно подпишитесь и смотрите мои другие видео. Основные ингредиенты сейчас находятся на столе. Буду использовать грибы, шампиньоны, томатная паста, лук, мука и здесь у меня уже картофельное пюре, которое сварено. То есть оно уже практически готово. Сейчас только достану из него лавровый лист и буду его пюрировать. И грибы сейчас нужно обжарить с луком на сковородке. Как только из грибов ушла лишняя влага, вливаем сюда растительное масло и добавляем лук. И все это еще буквально несколько минут прожариваем до золотистости лука. И в конце самым нужно обязательно добавить соль, перец и травы по вкусу. Пока у нас там обжариваются грибы, пюре перемещаю в миске, в которой буду все смешивать и понемногу просеиваю муку. Всю сразу муку не рекомендую добавлять, так как все зависит от сорта картофеля. Поэтому вымешиваем до эластичности теста. Вот так выглядит в итоге тесто. У меня ушло где-то половина муки, еще половина осталась. Но так как я уже сказала, что это зависит от сорта картофеля и сколько в нем воды содержится. Поэтому сейчас тесто я пока что ставлю в сторонку. И скоро будем делать рулетики. На столе я раскладываю кусочек пищевой пленки. На нее выкладываю тесто. Так как руки у меня слегка в масле, я смазала ими и пищевую пленку. И сейчас мне очень удобно распределять тесто за счет этого. Распределяем его в прямоугольник. Слой у нас должен получиться где-то пол сантиметра толщиной. Аккуратненько его разравниваем. И сверху я выкладываю грибы. Грибы также я разравниваю по поверхности. Здесь я до края не дохожу, для того, чтобы потом у меня все склеилось в рулет. Далее берем нашу пленку за один краешек. И как видите, все очень хорошо отслаивается от пленки. И очень удобно этот рулет скручивать. Вот так вот тянем и скручиваем. Когда дошли до конца, практически можно с другой стороны потянуть. И рулет готов. Далее я использую такую вот керамическую форму. Можно использовать форму побольше, но если у меня останется часть рулета, она у меня точно останется, то я могу использовать его в других случаях. Могу просто разрезать на вот такие рулетики и в таком виде их заморозить. И приготовить уже тогда, когда у меня катастрофически не хватает времени. Нарезаю наш рулет и выкладываю все в форму. Высота этих рулетиков не должна быть выше, чем сама форма. Для того, чтобы все хорошенечко приготовилось. Отправляем рулеты в духовку при 180 градусах приблизительно на 25 минут. После того, как достали из духовки, блюдо еще горячее, но оно еще кипит, но оно уже готово. Так что посыпаем сверху свежим укропом и можно подавать к столу. По вкусу получается очень нежное, но при этом питательное блюдо. И, конечно же, что украшает его укроп свежий. За счет того, что он придает ему еще больше аромата, то кажется, что блюдо такое слегка по-летнему свежее. Так что я желаю вам приятного аппетита. Если вам нравится этот рецепт, не забудьте поставить пальчик вверх. И до скорых встреч. Всем пока!